И приступаем к вязанию последнего ряда. Делаем соединительную петельку в арку. 4 петли. Столбик с накидом в арку. 3 петельки. И в эту арку делаем столбик с накидом, одну воздушную петлю и столбик. Три петли. Столбик без накида в маленькую арку. Три петли. Столбик. Дальше столбик с накидом в эту арку. 1 петелька и столбик. После этого делаем 3 воздушные петли. И в эту арку столбик с накидом, одну воздушную петлю и столбик. Наша оборка выглядит немного незаконченной, поэтому я свяжу еще один ряд. Это ряд обвязки. Я его буду делать со столбиками без накида и с пеко. В эту арку сделаем соединительную петельку, чтобы перейти на серединку. Дальше одну воздушную петлю и столбик без накида. Три воздушные петли. И делаем пеко. В следующую арку делаем 4 столбика без накида. И столбик без накида в эту арку. Дальше пеко из трех петель. Дальше в эту арку делаем 4 столбика без накида. В следующую арку делаем 2 столбика без накида. Пеко из трех петель. И 1 столбик без накида в ту же арку. Дальше в следующую арку делаем снова 2 столбика без накида. Пеко. И 1 столбик без накида в ту же арку. В следующие три арки провязываем то же самое. 2 столбика без накида, пеко и еще один столбик. В эту арку делаем 4 столбика без накида. В следующую арку 1 столбик без накида. В следующую арку 1 столбик и пеко. В эту арку 4 столбика без накида. И дальше в эту арку снова столбик без накида. Пеко из трех петель. И сюда 4 столбика без накида. Довязали кокетку до конца. Дальше будем вязать основной узор блузки. Я выбрала вот такой узор и связала небольшой образец. В одном рапорте этого узора 3 см. То есть начиная отсюда и досюда. Я советую вам и сама буду набирать наборной край полустолбиками. Для того, чтобы он не был веревкой и немного растягивался. Подробное видео по наборному краю вы можете посмотреть по ссылке в описании под видео. В видео показано, как делать наборной край со столбиками с накидом. Вы делаете все точно так же, только с полустолбиками. Сейчас я покажу вам на примере нескольких петель. Делаем накид. И вводим крючок в нижние 2 петельки. Вытягиваем петлю. Провязываем первую петлю на крючке. У нас остается 3 петли. Вместо того, чтобы провязать столбик с накидом, мы просто провязываем все петли одним накидом. Снова накид. И вводим крючок в 2 петельки. Вытягиваем нить. Провязываем. И провязываем все 3 петли. Я связала 190 петель. А вы набирайте любое количество петель кратно 10. Теперь соединяем с первой петлей. Вводим крючок. Вытягиваем нить. И провязываем. 1 петелька. И столбик без накида в ту же петельку. 1 воздушная петля. 2 накида. Пропускаем 4 петли. И в пятую петлю делаем столбик с 2 накидами. 2 петли. Еще один столбик с 2 накидами туда же. Снова 2 петли. Столбик с 2 накидами. 2 петли. Столбик с 2 накидами. 2 петли. Столбик с 2 накидами. У нас получилось 5 столбиков с 2 накидами. Между которыми по 2 воздушные петли. Дальше делаем 1 петельку. Пропускаем 4 петли. И в пятую столбик без накида. Снова 1 петелька. 2 накида. Пропускаем 4 петли. В пятую столбик с 2 накидами. 2 петли. Снова столбик с 2 накидами. 2 петли. Столбик. 2 петли. Столбик. 2 петельки. И еще один столбик с 2 накидами. У нас 5 столбиков, между которыми по 2 воздушные петли. 1 воздушная петелька. В пятую петельку делаем столбик без накида. И таким образом провязываем до конца ряда. В конце ряда делаем последнюю петельку. И соединительную петлю в первый столбик нашего ряда. Дальше соединительными петлями переходим между первым и вторым столбиком с 2 накидами. Делаем 3 петельки вместо столбика с 1 накидом. Плюс еще 3 петли. Столбик без накида в третий столбик. Первый, второй, третий. Дальше 3 петли. Столбик с 1 накидом между четвертым и пятым столбиком. Дальше 2 петельки. Столбик с 1 накидом между первым и вторым столбиком. Дальше 3 петли. Столбик без накида в третий столбик. 3 петли. Столбик с 1 накидом между четвертым и пятым столбиком. Дальше 2 петельки. И продолжаем так же само. Столбик с 1 накидом между первым и вторым столбиком. 3 петли. Столбик без накида в третий столбик. Столбик без накида в третий столбик с 1 накидом между четвертым и пятым столбиком. В конце ряда сделали последние 2 петли и вводим крючок в третью петельку. Утягиваем нить и провязываем ее. Дальше соединительными петлями переходим на столбик без накида. Вот мы на столбике делаем 1 воздушную петельку и столбик без накида туда же. 1 воздушную петлю. И можете делать в эту арку или в петельку, как вам удобнее. Столбик с 2 накидами. И повторяем вот этот вот веер. Дальше 2 петельки. Столбик с 2 накидами в эту же арку. 2 петли. Столбик с 2 накидами. 2 петли. Столбик с 2 накидами. 2 петельки. И столбик. У нас должно быть 5 столбиков, между которыми по 2 воздушные петельки. 1 воздушная петля. Столбик без накида. Столбик без накида предыдущего ряда. 1 воздушная петелька. В эту арку провязываем точно такой же веер. Дальше 1 воздушную петельку и столбик без накида в этот столбик предыдущего ряда. В этом ряду сделали последнюю воздушную петельку и соединяем со столбиком без накида, который мы сделали в начале ряда. Дальше, так же само, как и в позапрошлом ряду, переходим между первым и вторым столбиком. Делаем это соединительными петлями. Дальше 3 воздушные петли вместо столбика. И плюс еще 3 петли. Столбик без накида в третий столбик. Три воздушные петли. Столбик с накидом между четвертым и пятым столбиком. Две петельки. Столбик с одним накидом между первым и вторым столбиком. Три петельки. Столбик без накида в третий столбик. Три петли. Столбик с накидом между четвертым и пятым столбиком. В конце ряда сделали последние две петельки. Вводим крючок в третью петлю. И соединяем. Переходим на этот столбик. И провязываем точно так же, как и позапрошлый ряд. Делаем соединительные петли до столбика без накида. Дальше одна воздушная петелька и столбик без накида в ту же петлю. Одна воздушная петелька. В эту арку делаем веер. Пять столбиков с двумя накидами, между которыми по две воздушные петли. Я довязала до 32 ряда. Дальше я буду вязать крючком 3,5. Для того, чтобы наше вязание расширялось. Вот как у меня получилось. Я связала всего 45 рядов. Я буду делать небольшую уборку внизу изделия. Делаем первую петлю. Затягиваем. И вводим крючок в любую петельку в самом первом наборном крае. И прицепляемся. Одна воздушная петелька и столбик без накида в ту же петлю. И в следующие три петельки по одному столбику без накида. Всего у нас получилось 4 столбика без накида. Три воздушные петли. Пропускаем одну петельку и в следующий столбик без накида. Три петли. Пропускаем одну петлю в следующий столбик без накида. Три петли. Пропускаем одну петлю в следующий столбик без накида. Еще три столбика без накида. Три петельки. Пропускаем петлю и в следующий столбик без накида. Три петельки. Пропускаем петлю в следующий столбик. Три петельки. Пропускаем петлю и в следующий столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Сделали три петли и соединяем с первой петелькой. Соединительными петлями переходим на серединку первой арки. Одна воздушная петелька. Столбик без накида в эту же арку. Три петли. Столбик в следующую арку. Три петли. И столбик в следующую арку. Пять петель. Столбик без накида в эту арку. Три петли. Столбик без накида в следующую арку. Три петли. Столбик в последнюю арку. Пять петель. И столбик без накида в эту арку. Три петли. Столбик. Три петли. Столбик. Пять петель. И сюда столбик без накида. В конце ряда сделали пять петель. И соединяем с первым столбиком этого ряда. Переходим на середину арки. Одна воздушная петелька. Столбик без накида туда же. Три петли. Столбик без накида в следующую арку. Дальше в следующую арку делаем четыре столбика с одним накидом. Пико из трех воздушных петель. И четыре столбика с одним накидом. Столбик без накида в арку. Три петли. Столбик без накида в следующую арку. И в эту большую арку делаем четыре столбика пико и четыре столбика. Концы ряда соединяем с первым столбиком этого ряда. И у нас получился вот такой вот край. Дальше обрезаем нить и желательно пришиваем ее. То есть просто обрезаем, вот так прикладываем и пришиваем иголками. После того, как связали оборку внизу изделия, я буду вязать пройму на спинке. Я обозначила места, на которых я буду вязать пройму. Всего это семь рапортов. Делаем первую петельку. Вводим крючок в этот столбик. И вытягиваем нить. Четыре воздушные петельки. Столбик без накида в столбик предыдущего ряда. Одна воздушная петелька. И вот сюда делаем вот этот веер. Столбик с двумя накидами. Две петельки. Туда же столбик с двумя накидами. И вяжем по той же схеме, как мы вязали позапрошлый ряд. Так вяжем ровно семь рапортов. В конце ряда сделали веер и столбик без накида. Дальше одна воздушная петелька. И столбик с накидом в этот столбик. Одна воздушная петелька. И поворачиваем вязание. Столбик без накида сюда. Шесть петель. Столбик без накида в этот столбик. Три петли. Столбик с накидом. То есть повторяем позапрошлый ряд. Сделали три петельки и столбик с одним накидом. Дальше в этот столбик делаем один недовязанный столбик с накидом. Следующий шаг это еще один столбик вот сюда. Одним накидом провязываем все петельки. Одна воздушная петля. Поворачиваем вязание. Три воздушные петли. Плюс еще одна петелька и столбик с двумя накидами туда же. Две петли. И еще один столбик с двумя накидами. Одна петелька. Столбик без накида в этот столбик. Одна воздушная петля. Сюда провязываем такой же веер. В конце ряда сделали веер. Одну воздушную петлю и столбик без накида. Дальше делаем одну воздушную петлю. И в третью воздушную петлю делаем столбик с двумя накидами. По пять рапортов. А вот столбиками пять рапортов. А на передней части четыре рапорта. Две петли и еще один столбик. Теперь я сшиваю вдоль передней части. И сшиваю заднюю часть. Вот так вот. Одну воздушную петлю. Поворачиваем вязание. И в этот же столбик делаем столбик без накида. Три воздушные петли. Столбик с накидом в эту арку. Две петельки. И повторяем узор. В эту арку столбик с накидом. Три петли. И в этот столбик столбик без накида. В конце ряда сделали три петельки и столбик без накида в третью снизу петельку. Дальше делаем одну воздушную петлю. Поворачиваем. И сюда же столбик без накида. Одна воздушная петелька. И вот сюда делаем вот эту арку. Провязываем этот ряд до конца и предыдущий ряд. Вот такая пройма для спинки у меня получилась. Следующий шаг это обвязка вот этого последнего ряда. В ходе которого будем соединять оборку и основную часть спереди и сзади. Будем обвязывать столбиками без накида. Я делила по рапортам. На спинку у меня пошло пять рапортов. То есть середины нашего ананаса и до следующей середины. Это один рапорт. На спинку пять рапортов. По бокам по пять рапортов. А на передней части четыре рапорта. Я буду обвязывать крючком номер три. Делаем первую петельку. И вводим крючок. Я начинаю с передней части. Вот это вот я наметала черными нитками. И просто начинаем вязать, соединяя оборку и переднюю часть. Я соединила переднюю часть. И дальше вяжем только по оборке столбиками без накида. до того места, там где нам нужно соединять заднюю часть. Я довязала последний ряд и моя блузка готова. Надеюсь вам понравился мой мастер-класс и было все понятно. Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, пишите в комментарии под видео или на мою страничку ВКонтакте. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. До встречи на моем канале. 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 До встречи на моем канале.